Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Спасибо тем, кто подписывается, оставляет свои комментарии, ставит лайки. Цирк должен гастролировать, поэтому главный клоун со своими клоунасами и собрался в путь-дорогу. Да и гулянка у Игоря не отменилась. Ночь, полночь Самвел собирается уезжать в Киев. Заехал вначале за мамой с Надей, теперь собирается пойти к Сайгаку. Орут, как с кожены. Ночь глухая, люди спят. Ну чего вопить? Открывает багажник, чтобы Надя могла поставить сумки. Он забит всяким хламом. Собирается человек ехать в дальнюю дорогу. Неужели нельзя было все убрать? Но Наде некуда сумки свои втыкнуть. Человек бардак. В квартире срач, в машине тоже. А на мать орет. Тебе что, трудно прибрать в квартире? А ему что, трудно убрать в машине? Идет за котиком и говорит. Жалко расставаться с Сайгаком. Ну что он будет сидеть в этой квартире один? Он как запел. А раньше говорил. Кот себя прекрасно чувствует. Что вы выдумываете? Да что вы жалеете этого кота? Он живет кум королю сватминистру. У него все прекрасно и замечательно. Я забрал его с улицы. Вылечил. И раньше коту было достаточно, что Самвел приходит к нему на часик, другой, переночует. А теперь вдруг коту резко понадобилась компания. Не может котик жить один. Ему нужен человек. Вот как выгодно Самвелу. Так он и повернет любую ситуацию. Самвел уверен, что с Колей Сайгачко будет хорошо. Но время покажет. Только оно расставит все на свои места. Самвел забирает не моего кота. А мне почему-то так неприятно и грустно, будто у меня отнимают котика. Но сейчас Коля стал более активно вести свой канал. Но может быть это поездка и к лучшему вся эта перемена. По крайней мере, Коля нам будет его чаще показывать. К тому же у него с этим котиком так много общего. Например, общий хозяин, который притащил их обоих, черт знает откуда, и поселил. Вначале в Днепре, а теперь в столице, в одной квартире. У Коли и Сайгачко, можно сказать, одна судьба на двоих. Вот такие превратности случаются. За котом пошел вдвоем с Надей. А что, один не в состоянии принести котика? Я смотрю, они с Надей так спелись. На мать Самвел рычит. Да, и Надя тоже нет-нет, голос повышает. Опять же таки, с благословения Самвела. Еще не уехали? Севка начал возмущаться. Вот, не можешь пристегнуться ремнем безопасности. Ну, вообще-то я его понимаю. Вот эта бесграничная тупость, она же так раздражает. Вот если баба Таня чего-то не знает, не понимает или не умеет, она же не будет стараться узнать и научиться. Не получилось? Все. Значит, руки опустила кто-нибудь, сделайте это вместо нее. Не вдалюга с рождения. Конечно, Самвела это все раздражает. А с Надей все совсем по-другому. На данный момент она единственный человек в его окружении, который может его выслушать, понять, поддержать. Бабе Тане на все, все равно. А Надя интересуется, как у Самвела дела, как у Самвела на работе, как у него здоровье. Он в последнее время такой падки стал на внимание. Вот Надя и дает ему это внимание и заботу. А потом баба Таня обижается. Чуть-то он с Надей вот так вот шушукаются, и я ничего не слышу, я ничего не понимаю. Пусть она посмотрит, как Надя общается с Севкой. Как она бежит ему готовить еду. Какие вопросы она ему задает. А баба Таня что? Бедрышки пожарит, яйца отварит, все это засунет в холодильник. Надя говорит, ты мне скажи, когда ты придешь, я тебе пельмешки горяченькие к этому времени подготовлю. А баба Таня, я учора жарила, учора яйца тоби зварила и положила в холодильник. Хай, они там морозятся. Так она еще и пальцем ткнет. Там возьми, ось, я тоби приготовила, поешь. Вот если она к нему так, то и он к ней так. Она же любит повторять. По привету и ответ. Ну вот он, ее результаты есть. Подходит к лифту, а он не работает. И свет есть, а лифт не пашет. И я вспомнила, как баба Таня хотела жить в новостройке на десятом этаже, на одной лестничной клетке вместе с Колей. Кататься на лифте бабушка хочет. Сколько той жизни осталось? Хоть на лифте покататься. Самвел, когда брал ту квартиру, головой не думал. Ни он не думал, ни баба Таня. Если сломается лифт, что она будет делать? Гусеница поползет по ступенькам на десятый этаж? Или будет ждать, когда придет Коля и волоком ее туда, как лошадь будет затаскивать? Здравомыслящие люди подобные ситуации продумывают заранее. На восьмом десятке желать себе квартиру не на первом этаже, а на десятом. Чтобы на лифте покататься. Девочка Таня в детстве на карусельках не накаталась. Так она еще и лифтом же пользоваться не умеет. Жила на четырнадцатом этаже. Кстати, я не заметила, чтобы она там прям так усиленно каталась. И чтобы подняться на этот четырнадцатый этаж, она нажимала вначале циферку один, а потом четыре. И никак не могла понять, чьи-то она не поднимается на четырнадцатый. Что происходит? И я не знаю, сколько бы она каталась по этажам, если бы ей не помогли девочки и не нажали цифру четырнадцать. Космонавтка из ТВ, как из термопуля. А все туда же, к звездам поближе рвется. Самвел побежал в квартиру один. Надя, естественно, не пошла. Опять начали орать в подъезде, как в лесу. Вы что, только с дерева спустились? Ну, люди же спят. Но имейте вы совесть, и с конца-то в конец. Что так горлопанить? Ну, честное слово. Лифт не работает, но Севка так особо не расстроился, что пришлось подниматься на четырнадцатый этаж. Говорит, я сейчас худенький, легенький, як перышко. Поднимусь так. Идет, а подъезд страшнечий. Такое ощущение, что этому дому тысяча лет. Стены облезшие, ступеньки страшные. Линолеум лежит, но весь какими-то амурскими волнами. Непонятно вообще, что там происходит, когда последний раз там делался в этом доме ремонт. И это же не старая постройка этого дома. Новая. Но убитый просто в усмерть подъезд. Поднялся Самвел в квартиру. Сунул кота в переноску. Но тоже никто не спрашивает котика, хочешь ты уезжать или не хочешь. Хозяин Самадур решил, что будет так. Значит, будет так. Подходит Самвел к лифту. Решил проверить. Спускаться, хоть он и легенький, но не хочется. О, отлично. Лифт работает. Ну да, с сумками, с переноской, в которой сидит котик, ему было бы тяжко. Даже худенькому. Сайгак орет. Самвел его успокаивает и приговаривает. Ну, что ты, Сайгачок? Ну, все. Не волнуйся, не переживай. Успокойся, не кричи. Ты поедешь в свою квартирку. А так чья это квартира? Сайгака? А Коля раб квартиры и кота? Самвел же как-то сказал, что он все свое наследство оставит животным. Я так понимаю, процесс пошел. Купил квартиру, поселил там кота и приставил к нему надежного человека присматривать за этим котиком. Я сейчас про Колю. Еще и высшее образование дает этому человеку. Ну, а как же? С таким необыкновенным котиком какой-то необразованный человек не может находиться? Нельзя доверить. Надо обязательно человека с образованием. Он несколько раз повторил, что Сайгак едет в свою собственную квартирку. Потом сказал, «Такого не ожидает никто. У отца Будда сенсация». Шо он еще задумал? Может быть, он все-таки купил квартиру и себе? Но пока не переберется в Киев, Сайгак поживет у Коли. А потом, когда Самвел переедет, они котами обменяются? Самвел же говорил, что хочет жить с Сайгаком, а Томас как-то больше привязан к Коле. То, что Самвел не останется в Днепре без Коли, это факт. Он будет искать любую лазейку, в любой театр. Только бы туда перебраться. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Только он сейчас молчит. Ну, чтобы не спугнуть, чтобы не помешали. Зрители-то разные бывают. Сейчас Севка скажет, что он уже нашел-таки себе возможность проникнуть в какой-то из театров. Может быть, даже в драматический, как он и планировал, как он и давно мечтал. И чтобы люди ему не помешали, он решил помалкивать, держать язык за зубами. Ну что ж, в принципе, правильно и делает. И если он квартиру еще не купил, то вот я не сомневаюсь, что купит. Вот вообще, даже близко у меня нет сомнения. Купит. В общем, поживем, увидим. Что конкретно Самвел имел в виду, когда говорил про это, я не знаю. Может быть, просто ляпнул, а может быть, нет. Но я сомневаюсь, что он останется без Коли. Очень сильно сомневаюсь. Вряд ли. Едва сели в машину, Надя тут же открыла переноску, вытащила кота, ну и начала щебетать над ним. Сайгунчик, иди домены, иди домены, да дайте отдышаться, животинки. Он, конечно, вас всех хорошо знает, ну, кроме ТВ. Может быть, благодаря этому поездка и пройдет более спокойно, чем когда Самвел вез его с западной в Днепр. Но все равно, лучше лишний раз животное не теребить. Дайте успокоиться, оглядеться, ну, поговорите с ним, не знаю, руку сунь, переноску, погладь кота. Он же Надю уже хорошо знает, она же каждый день к нему бегает. Ну, как-то успокойно, что его вытаскивать. Для него сейчас вообще это место новое, непривычное. Так для него теперь это переноска, наоборот, как какой-то защищенный островок. Люди его вытаскивают. Ну, это же животное. Это же не кукла какая-то бездушная, которую можно трепать туда-сюда, в угол поставить, за диван зашвырнуть. Это же животинка. А вот для них похоже, что животные – это игрушки. Во время поездки Сайгак написал в клетку. Самвел едет и возмущается. Воняет, фу, чувствуется запах. Воняет, окна открыть невозможно. Так чуть-чуть приоткрыли, чтобы проветривалось хоть немножечко. Но все равно воняет. Да он сам развонялся, не заткнешь. От него вони больше, чем от кота. Я думала, он хотя бы и котов любит. Неа, не любит. Если человек действительно любит животное, не будет обращать внимания на то, что написал, какой-то появился запах или животное что-то испортило. Ну, не будет хозяин обращать на это внимание, потому что понимает, что да, это животное, может случиться всякое. А севка воняет, воняет, воняет. Да захлопнись и вонять не будет. Выброси, говорит Самвел, эти обоссанные пеленки. Надя, он это говорит. Прям в окно швыряй. Даже не будем притормаживать. Прям на дорогу вышвыривай. А видео будет, где Надя послушалась и выкинула? Или достаточно того, что ляпнул про это? Вот мало мусора на земле. Ну, что это за люди, а? Ну, где проходят, проезжают, но обязательно нагадят. Ну, что это за люди? Я вообще не понимаю. Это не люди. Это какие-то недочеловеки. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока. Продолжение следует...